Ах, черт, мы снова идем. Диалогов, которые вот там уже на фоне слышны, гармонии, которая играет там кто-то, кого-то, что, секунду. Кто-то там, кто-то там служил, не служил, мужик, не мужик. Самое странное, что в этой игре нет русского языка, то есть вообще выбора языка нет, поэтому как бы и все. Анти-альясинг. Посмотрим, что это такое. Я не знаю, что это и с чем это едят. Вот мы появились, родились в вагоне. Хорошо. Это все движение нашей камеры. Проснулись на верхней полке. Плацкарта. Так, секунду, а как встать? Секунду. Что там, сука, блядь? Не, выглядит неплохо. Интерактив, жду интерактива, когда нам предложат наш компаньон с нижней полки или вот, возможно, вот эта женщина в бинтах, которая лежит напротив курочку, гриль. Тут вообще можно встать, что-то делать? Или ты просто как бы едешь? Я просто не знаю. Эта игра стоила целых там, по-моему, 50 центов или что-то типа того. И пока, пока, секунду, эскейп, если нажму. Там родину за деньги не защищают. Я понял, я услышал. Слушайте, ну, экспириенс классный. Вот это все движение, которое вам доступно в игре. Что там бабы по пять лет ждали? Мужиков с войны? Раньше. Ну, раньше это когда было. Слушай, служивый. Это в девятнадцатом веке. Так, сам за базаром следи. Спокойней. Я думал, на самом деле, что взаимодействия будет чуть больше, чем вот это. То есть я как бы жму. Enter, пробел. VSD, QE. Опа, опа, опа. Эта мелодия пошла. Что эта мелодия означает? Объявление диспетчера или что? Я не знаю. То есть... Как? Что? Куда? Что тут делать? Что-то сильно меняется? А, меняется. Лоу прям мыло, мыло. Эта хрень вообще ни на что не влияет. Шадоуз. Ага. Где игра, ребята? Где игра? Началась какая-то музыка непонятная. Там снег подгружается в нашей великой и необъятной стране. Великолепная игра, слушайте. Это вам не вот эти поляки со своим сайберпанком. Ой, господи. А музыка непалевная? И почему она так вдруг неожиданно началась? Столько вопросов. И так мало ответов. На самом деле игра... Я думал, что это будет что-то более философское. И... Не знаю. Нести в себе какой-то смысл. Может быть какой-то скрытый, сакральный. Как та же Шахадезима. Но по факту... Все, что мы делаем, валяемся на верхней полке плацкарта. А пейзажи за окном так и не сменяются. И мне даже грустно, что... Мне даже грустно, что я отдал за эти деньги. Я думал, что хоть какое-то взаимодействие будет. Может, у меня какая-то проклятая версия? Но... Она... Опа, я нажал на единичку. Что-то началось. А, я нажал на единичку. И я слез с первого этажа на второй. Логично. Здорово, служивый. Так, двойка. Двойка. Все, я понял. Это смена этажа. Единичка, двойка. Вот как ты управляешь. Тройка. Все. О, вот, 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 вот это, да, да, вот, вот это, вот это я понимаю. Блин, написали бы где-то на самом деле, что управление в этой игре на цифры? Ну, тут... Сам ты, шлюха, понял, сука, за базаром следи, мать. Сам, слышишь? Я тебе ебалу поломаю. Давай, давай, выходите, ломайте. Я постою, покурю, посмотрю, кто там, кому как ломать будет. Не хочу, не ори. Жри, сука, жри, что дают сучонок. Сейчас ментал. Да. Слушайте, на самом деле, должен был быть гайд, как управлять в этой игре. То есть, цифры, это очень неожиданное решение. О, здорово, молодой. Здорово. Что у тебя тут? Пельмеши, пивко, шахматная доска, сишки. Ну, весь джентльменский набор. Отлично. Я, на самом деле, никогда не ездил в плацкарте. И если все вот настолько грустно, то прям пиздец. Пятерочка. Ага. Такой вид еще у нас. А, там еще полка прям над этим молодым есть. Господи, ну в плацкарте это прям реально страшно. А шестерка все, шестого плана нет. Седьмой план. Ёбушки, что происходит? Что произошло? А что с вагоном? Я прошу прощения. Мы попали в какую-то зону Тунгусского метеорита, где магнитные поля сместились. Это я нажал на семерку. И нас просто переколаюбило в елке. Мы, судя по всему, съехали с пути. Что скажешь? Да, ему хорошо, он ничего не скажет. Восьмерка? Нет, нет. Все. Ну, мы едем кое-как. Я не знаю, куда-то мы приедем, но... Но... Но нет. Хотя вот сквозь елки, сквозь текстуры берега, океаны и... Незыблемую русскую тундру наш вагон куда-то движется. Не знаю куда. Возможно, нас уже прокляли какие-то шаманы и нас будут жрать медведи, потому что... Что, блядь, с этой игрой не так? Или, возможно, это новая программа Роскосмоса, то есть Илон Маск отправил... Труба какая-то. Илон Маск отправил Теслу в космос, а нас отправили целым поездом. Ну, неплохо. Я вот там видел, да, небушку даже прорисовали. Я не знаю, два с половиной человека. И обратно в землю. Да, далеко наш поезд не улетит. Я понимаю, слишком большая масса. Но это не Родстер, Тесла, естественно. Естественно, так. Что у нас дальше по планам? Двойка. Тройка. Ну, в такой ситуации осталось только покурить, потому что последняя сигарета это желание, наверное, предсмертное. Я не думаю, что мы выживем. Даже люди перестали говорить там, кто-то кого-то чью-то мамку. Там, сука, блядь, кто-то служил, не служил, мужик, не мужик. Ну, понятно, понятно. Веселая игра. Веселая, ничего не скажешь. Хороший симулятор. Далеко мы не уехали. Сок не апельсиновый. Сок няшный. Спайси какой-то там. Какие-то спайси пельмени. Братан. Скрепы. Пиво-скрепы. По-моему, это замечательно. По-моему, вот на вот этих скрепах, перевернутом вагоне, в снегу, в тундре, в тайге мы с вами и закончим прохождение. Как прохождение. Какое тут, блядь, прохождение. Первый взгляд, обзор, что угодно, да, да, я не знаю, можно ли назвать это игрой. Этих трех с половиной полигонов и четырех сцен с левитирующим поездом. Великолепная игра. Хорошая атмосфера. Классные диалоги. Музыка, перебивающая одна другую, тоже ништяк. Но вывод таков. Эта игра не должна стоить денег. По факту мне, блядь, должны еще и заплатить за то, что я вот в это поиграл. Почему за это авторы хотят хотя бы рубль? У меня остаются вопросы. Ладно, остановимся на этом. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и увидимся в следующих играх и других видео. Всех обнял.